Сегодня омские коммунисты по традиции собрались у памятника Ленина в центре Омска, где возложили памятные венки вождю революции. Ленинская горка – историческое место в центре нашего города, особенно важное для коммунистов. Символ эпохи социальной справедливости. Здесь собираются на митинги протеста или поддержки, отмечают основные памятные даты истории своей партии. 22 апреля каждый год сюда для возложения цветов и гирлянд приходят те, кто понимает значение исторического наследия Ленина. С Владимировичем Ленином связана целая эпоха, новая жизнь пошла. В общем, люди вдохнули новую жизнь. То, что нам надо было и до конца надо было дойти. С ним много связано, очень много хорошего связано. Светлая у него память о нем у нас всегда сохранится. За короткое время, за 20 лет мы, благодаря учению Владимира Ильича Ленина, восстановили то разрушенное хозяйство, которое было после Великой Отечественной войны. Сегодня за 20 лет все наоборот. Сегодняшние идеологи, которые находятся у власти, делают как бы все наоборот. Все прогрессивное человечество, это на самом деле так. Именно все прогрессивное человечество сегодня отмечает святую для нас дату, 145-ю годовщину со дня рождения великого гражданина нашей страны, основателя великого государства, которого, к сожалению, на сегодня нет, Союза Советских Социалистических Республик и общепризнанного вождя мирового пролетариата. И вот события на Украине на сегодня действительно показывают, что имя Ленина – это символ борьбы за лучшую жизнь, за идеалы социализма, за идеалы социальной справедливости. Почему так и ненавидят его фашисты, бандеровцы, либералы разных мастей, когда вы видите, что происходит на Украине, когда пытаются переписать историю, вытравить имя Ленина весь советский период, пытаются сносить памятники Владимиру Ильичу Ленину, запрещать советскую символику. Но народ-то восстал. Народ не дает им это делать. Простой народ. По традиции, которая взяла свое начало еще в советское время, в день рождения Ленина пополнились ряды пионеров. Подросткам в торжественной обстановке старшие товарищи повязали галстуки. Ряды КПРФ тоже пополнились новыми коммунистами. Портбилет получили товарищи из Крутинского района Омской области и Ленинского округа. Присматриваясь к тем политическим лозунгам, которые провозглашает та или иная платформа политическая, я посчитала, что принципы коммунистов, они мне наиболее близки. И я их во всем поддерживаю. Хотелось как-то выразить свою гражданскую позицию. Наше настоящее время очень сложное, как для молодежи, так и для, скажем, лиц пожилого возраста. Хотелось бы стабильности в стране. Мне кажется, что коммунистическая партия может это сделать.